От первых самых вещей, которые я покупал, вот осталось только такое количество. Коллекцию для души собрал Павел Пунгин. Сейчас в ней около 8 тысяч виниловых пластинок. Начиналось все с джентльменского набора самых популярных исполнителей. Аббы, Бониэм, Эйсидиси. Потом меломан стал гоняться за редкими экземплярами на аукционах и блошиных рынках. Точно так же, как когда-то делал его отец. Отец у меня занимался пластинками и занимается еще с 80-х-90-х годов. То есть на шваке, что он так же постоянно и бегал, и в меню пластинки покупал. Рассказывал мне истории, когда они покупали Пингфлойд, темная сторона Луны за 200 рублей, когда зарплата инженера была 120. Там, конечно, несколько другие условия были, чем сейчас. Тогда был дефицит. В своей галерее Павел ведет электронный учет. У каждой пластинки свой номер и место на полке. Мужчина признается, эта работа стала отнимать слишком много времени. Поэтому с частью коллекции решил расстаться. Только половину он оценил в полтора миллиона рублей. Но с самыми уникальными экземплярами, говорит, ни за какие деньги распрощаться он не готов. Эта пластинка больше сама по себе интересна, потому что на обратной стороне есть вырезки из газет. В годы выпуска этого альбома, полон макарни, я думаю, что-то подобное найти еще невозможно. Поэтому она моей личной коллекцией, которую я никогда никому не отдам. Любители винила находились во все времена. И если раньше это было буквально символом цивилизации, то сейчас это своеобразный привет из прошлого. Очень большой средств людей, которые по всей планете, подчеркну, они винилы собирают, увлекают, обмениваются, покупают, продают. Это нормально так и должно быть. То есть наш бизнес, он небольшой, но достаточно приятный. И мы его намерены для того, чтобы он оставался на плаву, именно масштабировать для того, чтобы покупать и продавать пластинки именно по всей планете. Но покупают раритет не только коллекционеры. Мастероспециалисты рассказывают, некоторые диджеи целенаправленно идут за пластинками, поскольку есть треки, которые на других носителях просто не существуют. К тому же отличается и качество звука. Виниловый звук, он кардинально отличается от цифрового звука. То есть это более живой. И более, вот мы с вами разговариваем, это аналоговый звук. А вот компакт-диск, этот звук уже придумал человек. И он немного другой. А в этой мастерской пластинкам нашли совсем другое применение. Вместо проигрывателя их отправляют в специальную лазерную установку. Мы решили изготовить с моей супругой часы из винила. Где-то на просторах интернета мы это увидели. В дальнейшем нам понравилось. То есть мы, получается, даем вторую жизнь старым, каким-то забытым вещам, которые людям приносили тепло, радость, какие-то воспоминания из детства. В обработанном или в классическом виде винил до сих пор остается популярным. А его любители готовы тратить время, силы и деньги, лишь бы заполучить самый уникальный экземпляр. Дарья Трофимова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.